А здрасте! Всем привет, уленьки! У нас тут продолжается золотой колос и 6.30 утра следующего дня после того, как мы закончили прошлую серию. И в общем-то сегодня прям дохренища работы, поэтому погнали разбираться, что нам надо сегодня сделать. Во-первых, сразу же, что у нас происходит, это уборка поля. Оно только что созрело и я, в общем-то, зарядил уборку. Здесь у нас вырос лен. Сделали мы это ради вот этой вот соломки, которая здесь выпадает. Ее надо будет сегодня переворошить, там все вот это вот, короче, сделать и продать, чтобы заработать немножко себе денежков на жизнь. Потому что, как видите, баланс уже в минусе, потому что амортизации ночью посписывались и все такое. Мы там, по-моему, 14 тысяч было у нас, когда мы заканчивали прошлую серию. А нам же еще много чего надо будет купить. Рис, рис созрел. У нас вообще, наверное, все прям созрело, да? Этот рис тоже созрел. И раз это все дело созрело, то мы можем спускать в воду. Соответственно, бздынь открываем, спускаем. Второй шлюз тоже открываем, спускаем. И вот эту вот штуку мы тоже, черт, промазал и застрял. Бывает. Эту штуку мы, короче, тоже открываем, спускаем. Через час вода отсюда сойдет и можно будет это тоже дело убирать. Как раз к тому времени освободится комбайн. Все прекрасно. Также, друзья, давайте разбираться с нашими заводиками. У нас есть в собственности два завода. Это сахарный завод и завод соков и джемов. Сахарный завод, как только улучшилась линия, я его сразу же запустил. Также за полдня, пока я там на работе сидел, автодрайв успел привезти около 500 кубов свеклы туда. В общем-то, это все дело ночью перерабатывалось. Осталось пока еще тут прилично. Можно пока не везти со временем. Надо будет отвезем. А также насобиралось 86 кубов сахара. Этот сахар у нас пойдет на другой завод. На завод соков и джемов. Вот он. Для того, чтобы сделать клубничный джем из клубнички, мы, в общем-то, сюда вот это все дело привезем. Сахар сюда привезем. Будет у нас какой-то джем. По поводу вишни, абрикоса и яблок. Из этого всего дела можно делать сок. Поэтому вот эти вот ягодки, фрукты, я думаю, что мы полностью переделаем в сок. В общем-то, линию можно даже прям сразу запустить, пускай делается. Эту линию тоже можно запустить. Как только здесь появится сахар, она сразу же запустится. А чтобы там появился сахар, нужно его туда привезти. Поэтому вот этого вот товарища мы отправим сделать две ходки пока что. Вот этому самому маршруту. Сахарный завод, склад, загрузка, на ВТК, разгрузка товаров. И отвезти туда сахар. Два раза. 60 кубов он туда отвезет. Потом можно будет съездить еще разок, когда она собирается. Еще 30. В общем-то, да, едь, дружище. С этим, в общем-то, с заводами разобрались. Далее, друзья, наши... Ну, давайте посмотрим теплицы. Тут 82% у нас. Обогащенный грунт я сюда привез. Соответственно, когда это все дело у нас созреет. А тут места, кстати, не особо сильно много. Но там еще склады вроде как подсоединены от сахарного... От сада. Тут он 4 миллиона литров. Два склада по 4 миллиона литров. Отлично. Оно, если что, туда все перекинется. Все нормально. Так вот, что я хотел сказать по поводу теплиц. В общем-то, заканчивается здесь плодоношение. Выкидываем старый грунт, засыпаем новый. Старый везем, продаем. Плюс надо будет завести туда еще поддоны с рассадой. Да, что-то я затупил. По поводу сада. Тут созревание 98%. Следующая стадия после созревания сразу идет сбор урожая. То есть, в течение дня, насколько я понимаю, мы соберем весь урожай. И я его сразу же пущу на переработку в сок. Кроме грецкого ореха. Ну и, видимо, будет у нас дохренища сока. Потом будет еще 6 часов обычного состояния. Насколько я понимаю, уже в следующей серии у нас опять-таки будет стадия отдыха. Где нам придется разбрасывать компост и поливать всей вот этой вот химией наш садик. Тут, в общем-то, все понятно. Может остановить пока линию, чтобы примерно понимать, сколько мы урожая получим с этого сада. Хотя ладно, пускай вот это вот все перерабатывает. Вроде довольно быстро это все должно будет переработаться. Если начнется стадия сбора урожая, я тогда линию установлю. Потому что мне интересно просто посмотреть, сколько мы получим всего этого добра. Куда девать орехи я пока не придумал. То есть, там есть некоторые заводы, где оно используется, конечно. Но мы эти заводы не покупали и вряд ли будем. Так что вот такая история. Ладно, погнали еще по животным. Потому что с животными у нас все не слава богу. Во-первых, птицеферма. Закончились поддоны с яйцами. Поэтому ждем пока наши курочки состарятся, чтобы их... Но вы поняли, что с ними надо будет сделать. Уже стали продуктивные некоторые. Некоторые подрастающие, некоторые... Что это за звук такой? Понятно. Это автодрайв балуется. Так вот. Курочки, короче, с ними все прекрасно. Корм у них пока что есть. Я, честно говоря, не помню. Насколько быстро они это все жрут. Но, в общем, пока хватает. Если что, сделать не проблема. У овечек. В принципе, все тоже неплохо. За исключением, как это, ягнятник называется, что ли. Молочка нет. Надо отвезти молочка. Тут на складе все есть. Силоса много. Сена травы много. Можно все это дело обновить. Вода сама обновляется. Соломы тоже много можно обновить. Вот молока надо привезти. Покупать не хочу. Да и денег нет. Тут сейчас овечки у нас продуктивные уже. Хотя мы их вроде и покупали продуктивными. Но да ладно. Сколько вообще, кстати, молока надо привезти? 18 кубов туда влезет. Я не помню, насколько у нас бочка. Шерсть уже насобиралась. 112 кубов у нас. Можно, в принципе, это все дело переработать. Будет в ткани или во что она там перерабатывается-то у нас на ткацкой фабрике. Пряжа. Из шерсти идет пряжа. Можно, в общем-то, будет сделать заказ на производство. И из 100 кубов пряжи мы... Из 100 кубов шерсти мы получим чуть меньше пряжи. В общем-то, с этим тоже понятно. А также, друзья, коровник. Тут, кстати, в первом корпусе вообще заканчивается еда. Поэтому надо это все дело обновить. Моносмесь. Давайте всем обновим. В складах ее не так много осталось. Сейчас посмотрим. Может быть, даже запустим производство. Травку тоже всем обновляем. Свекла, морковь мы сейчас привезем. Это у нас на складе есть. Ну и отрубежных тоже привезем. Вода пополняется сама. Молоко у нас из этого же склада идет. И солому мы тоже пополняем. Соломы тоже много. Сена, травы много. Надо посмотреть, что у нас по моносмеси. Это у нас кормосмеситель. Надо, наверное, сделать еще кормосмеси. А вот эту траву, которую мы здесь косим, надо затюковать именно в качестве травы. Хотя и сила здесь одновременно закончится, наверное. Я не помню, в какой пропорции это все делается. 40-40-20. Сила, солома, трава. Короче, одновременно оно все закончится сейчас. Значит, вот эту траву мы, как в прошлый раз, может быть, даже пополам разделим. Что-то пойдет на силос, что-то пойдет просто как сено-трава. Ну и отлично. В общем-то, все понятно. Погнали, тогда отвезем свеклы и жмыха нашим коровкам. Сделаем это с помощью вот этой вот штуки. И, в общем-то, как обычно, тут таймлапс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот вроде бы на этом и все. Смотрим, коровник 99-98%. Здесь все забито. Все прекрасно. Значит, товарищ, давай, едь, разгрузи то, что ты привез на сыпучее выгрузка 2. Здесь же у тебя есть маршрут. Я же помню, что прокладывал. Да. В общем-то, он отвезет. А нам надо еще разобраться с молоком для нашей овчарни. И где-то здесь должен быть припаркован трактор. Да, вот он. Черт, это не самый быстрый трактор, чтобы ручками на нем ездить. Кстати говоря, косилка. Раз уж я сюда пришел, давай съезди, покоси травку. Потом будем думать, что с ней делать. Бздынь, ты поехала. Она потом сюда вернется, поэтому тут все нормально. А вот эта вот штука у нас была... Черт, там всего 35 ездит. Я ж хрен прописал автодрайв на эту самую. На овчарню. Ну ладно. Так, а, тут же хитрая бочка. Тут же как-то надо люки было открывать. И точненько остановиться. Во. 7300. Влазит, значит, две бочки можно смело туда тащить. Черт, ну это будет долго. Он не сильно быстро ездит. Это было очень долго. Я, друзья, чтобы вас не томить, вторую ходку сделаю за кадром. И вообще не сегодня, наверное. Пока вот это вот отвезли, хватит, короче. Я вот планировал прописать автодрайв сюда, чтобы он сам ездил. Но я ж, вы понимаете, я ленивая жопа, и поэтому я до сих пор этого не сделал. Вообще, друзья, я думаю, имеет смысл купить вот эту вот территорию слева. Она уже расчищена, потому что в прошлом сейве она была расчищена. Как и около сахарного завода, в общем-то, тоже расчищенная территория оказалась. Увы, случайно я перенес, в общем, об этом данный. Неважно, ладно. Так вот, купить эту территорию и поставить туда тот манускриптовский из пака складов склад. Там и свеклу в нем можно хранить, и жмых. Его можно будет подсоединить к коровнику и, соответственно, автоматически пополнять кормушки. В принципе, пока что меня не сильно парит. Вот один раз там в четыре серии, грубо говоря, съездить два раза. И со склада отвезти туда жмых или свеклу. Точнее, и то, и другое приходится возить. Но, ладно, неважно. Пока что меня это не сильно парит. Если сильно начнет парить, то, в общем-то, мы знаем, что с этим делать. Тут все понятно. Значит, животные у нас накормлены, с ними все прекрасно. Погнали разбираться с травой и полем вот этим. Что у нас здесь? Она только по кругу третий раз идет все нормально. Травку он косит уже почти докосил. И, боже, сколько ее здесь много. Ее здесь реально очень много будет. Значит, а что с этой травой надо будет сделать? Надо ее, во-первых, заволковать. И, возможно, придется волковать ее не один раз. Для этого у нас есть вот такой вот товарищ. Батарейка, главное, целая. Но не целая, но хватает пока. Вот этого товарища мы сейчас запустим все это дело заволковать. И он это все дело заволкует, как ни странно. После чего мы эту траву всю отвезем на коровник. Так, половину выгрузим в ферментатор, чтобы сила сделалась. Половину выгрузим в этот самый. Для моносмеси штуку. Хотя, вообще, есть теория, что придется ее затюковать. И я так думаю, не безосновательно. Ладно, в любом случае, для начала волкуем. Давай, друг, едь. У нас уже покос закончился. Вообще, моментом тут все косит. И ему тяжело здесь ездить, потому что очень много травы. Заработная плата 20 тысяч. Серьезно, за что? Ферма Кузнецова, затраты на аренду. Неужели что-то там осталось? Или это с прошлого дня? Не, я же все вывез. Ладно. Охрененно большой волок. Да, придется волковать второй раз, потому что ни тюкалка, ни фуражный прицеп не смогут с таким справиться. Это, друзья, не мод. Это просто трава не убиралась здесь. Она косилась, но не убиралась. Тут раз пять, а то и больше. Так, стыд давай. А, ты едешь на парковку. Ты у нас отвез на этот самый. На завод соков и джемов. И завод запустился. И уже есть пять кубов джема. А быстро ты, однако, работаешь. Мне это нравится. Определенно. Если мы привезли шесть десят кубов сахара, на выходе мы получим сто пятьдесят кубов джема и все это будет за семь с половиной, за восемь часов. Не так уж и быстро ты работаешь. Ну ладно. Так, косилка тоже закончила свою работу, поехала парковаться. Блин, мне так нравится это, что, знаете, все заканчивают и все едут на свои места. Ох, дружище, я понимаю, как тебе здесь самому тяжело ехать. В общем, друзья, пускай здесь все работают, а я пойду поем. Поэтому приятного мне аппетита. Начится. Вот эта штука довольно быстро закончила свою работу. Пока прерываем маршрут, но не удаляем его на всякий случай. Я, значит, пришел к выводу, что, во-первых, опять-таки, надо все это дело стопудово тюковать. С другой же стороны, все вот это вот, тюкалка захлебывается от такого количества травы. И это не очень хорошо. Но лучше, конечно, все затюковать, потому что есть склад тюков, где можно это все дело хранить. А вот склад травы в кормосмесителе влазит там очень мало. Точнее, на силос, конечно, можно много отвезти. А почему бы и нет? Половину отвезти на силос. А то, что на траву, чтоб тюкалка не захлебывалась, было ей попроще переворошить. Ха, это идея, кстати. Давайте так и сделаем. Значит, вот эту штуку мы тогда отсоединяем и погнали по нём прицеп. Фуражный прицеп, да. Я ж надеюсь, там есть выгрузка в силосную вот эту вот ферментатор. Блин, ну придётся ему покататься, конечно, дай боже, очень много. Потому что прицепчик у нас явно тут маленький. Да и трактор у нас не самый мощный. Для этого всего предназначен опаньки. А тут сухая солома льна есть. А шо ты тут делаешь? Погнали, тогда выгрузим её на поле, где у нас сейчас будет ещё солома льна. Не сказал бы я, что ему легко ехать. Несмотря на то, что прицеп загружен прям не сильно. Надо, наверное, Джесси Бишку на это всё дело подключать. Так, соломку мы выгрузим вот здесь вот сейчас. Максимально её раскидаем, чтобы она не мешала сильно. И нормально. Да, видимо, к этому прицепу, друзья, нужна Джесси Бишка по-любому. Ему тяжковато. Мне просто так нравится этот трактор, вы не представляете. Так, бросаем тогда вот это вот всё дело здесь. Этот трактор дальше к волковой жатке. Стой, пока здесь никуда не уходим. Мы возьмём Джесси Бишку. Блин, у неё с топляком беда. А тут возить и возить. Надо ставить Джесси Бишку. Тогда возьмём вот эту вот штуку. Она тоже справится с выраженным прицепом. Так у тебя максималка, наверное, прям вообще... А, 40 нормально. Пойдёт. В принципе, недалеко ездить. Так не будет возможности разогнаться. А мощи ему точно хватит с этим прицепом работать. Цепляем вот эту вот какафонию. Ставим ему автодрайв. Коровник-ферментатор. Воу, коровник-ферментатор. Это ж оно. Это должно быть оно. Копируем его маршрут. Вот этот Sky Electric. И запускаем по этому маршруту. Плюс здесь для разгрузки наполнения себя тоже включаем. И сейчас он захлебнётся. Нет? Смотрите, он не захлёбывается. Но довольно быстро набирается здесь. Хорошо. Неплохо. Так, давайте, чтобы это было ровно поп... Ой, да, тебе... Ихи. Даже половину не собрал. Прицеп весь заполнился. Ну ладно, вези. Тогда всё нормально. Значит, сосчитаем, сколько у него здесь проходок вот этих вот было. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Пополам делим. И начиная с шестой запустим сеноворошилку. Сеноворошилка справится, опять-таки, вот с этим трактором. То есть половину поля мы переворошим, половина пойдёт на силу. Логично, логично. Выстраиваемся под половину поля. То есть шесть, раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вот эту штуку... Так, ты куда поехал? Кидает поле. Ты не нашёл дорогу на ферментатор? Ладно, с тобой сейчас разберёмся. Надо сначала вот этого пацана поставить. От ближайшей подходящей точки. В теории, ближайшая подходящая точка, это вот эта. Должна быть. Опять-таки, тот же самый маршрут валковой жадки, который и был. Вот, ты должен всё нормально переворошить. Так, ты вороши, хорошо. Что ты мне скажешь? Почему ты не хочешь нормально уезжать? Мне это не нравится. Я же вроде всё правильно сделал. Тяжеловато ему по этим буракам, конечно, ехать. Но и... Куда ты поехал? Он приехал вот на точку, где находится вот эта точка поля 18. Возможно, у него есть какие-то проблемы с разворотом. Но полю же ты покинул. Так, давай едь. Ему тяжело поворачивать из-за двух вот этих вот поворотных осей. А можно ему выключить поворотную ося? Left control Y. Руление передними колёсами. Интересно, будет ли это работать? Вроде работает. Просто автодрайв может эту херню обратно вырубать. Курсплей точно это умеет делать. Да, только передние колёса у него поворачиваются и нормально. Для дорожного трактора тот сам атом. В общем-то, давай вези. Пчёлки. Пчёлки у нас, кстати, уже летают. Ты у нас ворошишь, но у тебя это всё быстро получится. И солому нам надо всё-таки в тюки всё это дело загнать. На GCB-шке мало топлива, поэтому мы её трогать не будем. А вот этот трактор у нас свободен. И сейчас мы съезжу до тюковщика. И поставим это всё дело тюковаться. Тюкалка у нас стояла на коровнике, поэтому пришлось мотаться туда. Значит, это всё дело у нас переворошилось. И нам нужно запустить по этому же самому маршруту, с вот этой вот ближайшей подходящей точки, тюкалку. Один здесь тюк будет силоса, но ничего страшного. Я надеюсь, ты сильно захлёбываться не будешь, потому что с обмотчиком здесь вообще беда была. Тебя, друг, мы снимаем с маршрута и пока отсюда увозим. В принципе, ворошилку можно на место пока поставить. Она нам не сильно сейчас нужна. А вот волковать это поле придётся ещё несколько раз. Хотя ворошить поле с льняной соломой тоже придётся сейчас. Хотя вот фуражник едет и нормально оставляет за собой. Так, а у тебя вот, да, на курсплей переключилось, и у него опять вот эти вот двойные колёса включились. Не очень круто. Может местами эти трактора поменять? Вальтри так-то проще будет. Да, и тюки, наверное, тоже надо сейчас будет сразу же поубирать куда-нибудь. Для тюков у нас тоже есть своя приблуда. Вот она. Хотя около овчарни ещё один прицеп стоит. Большой. И тут топливо заканчивается. Как бы это не особо большая проблема, но прямо сейчас нет денег. Ладно, давай собирать вот эти вот тюки, чтобы они не мешали. Нормально их тут получается, я вам скажу. Так, ты, товарищ, поехал сам? Поехал. Молодец, умница. Что у нас с этим полем? Ну, что-то как-то очень долго убирается. Уже час оно убирается и до сих пор не убралось. Ребята, медленно работаете, вы чё? Ладно, тут работа идёт ещё медленнее, на самом деле, наверное. Я вот ещё не знаю, что делать с льняной соломой. С одной стороны, мне не хочется это всё тюковать, потому что немножко лень. Если всё это дело можно автоматизировать, и сейчас принимают россыпью это всё дело, почему бы так и не сделать? С другой же стороны, россыпью мы можем продать на ткацкую фабрику или на ЖД. А, на ЖД её нормально принимают. Освободилось место. Тогда не будем ждать. От 10 утра сразу повезём россыпью. Всё нормально будет. Там вроде ребята должны будут намного быстрее справиться. Две проходки и весь прицеп набит. А, нормально тут получается. 22 тюка с двух проходок. Так это ещё не полная проходка. Посмотрите, сколько остаётся вокруг. Травы тоже много будет. Ладно, пока поехали и отвезём вот это вот всё дело на склад. А вот тут тюков как-то и сильно меньше получается. Не знаю, чё это зависит, но ладно. В общем-то, друзья, пускай это всё дело у нас сейчас само работает. Как появится что-нибудь интересненькое, мы с вами ещё раз встретимся. Так, значит, у нас прошло примерно полчаса. У нас тут мы абсолютно всё сено вот это вот вывезли. И траву почти всё вывезли, которая пойдёт на силос. Так, 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 а где? А я его бросил прям посреди дороги. Вот это я молодец. Значит, а что у нас происходит? Уборка идёт риса. Плюс тут товарищ ездит ворошит. И почти уже переворошил. Если мы посмотрим на поле солому льна. Соответственно, можно будет её уже волковать, тюковать. Я решил, что я её всё-таки затюкую. Это будет намного быстрее. Плюс нам нужны денежки. И уже начинает припекать. Потому что надо купить рассаду. Надо купить известь, кстати. Поле этой известью надо посыпать. Надо уже... Уже приходит время его сеять. И, короче, да, время... Время нещадно идёт вперёд. Ничего с этим не поделаешь. Надо сначала вот с этой штукой закончить. А чтобы с ней закончить, надо, друзья... Ещё раз. Запускаем мы волковалку. Это уже будет последний раз. Вслед за волковалкой. Со стартовой точки. Запускаем мы вот эту вот штуку. Давай, друг, погнал. Собираем остатки травы. У кого-то низкий уровень топлива. У тебя низкий уровень топлива. Чёрт. Ну ладно, ты сейчас быстро доволкуешь. Мы тебя поставим волковать. Тебе осталось только заволковать соседнее поле. Это, в принципе, быстро случится. Наверное. Хотя можно электротрактор туда будет поставить. Он же вроде как сейчас уже закончит, да? Да, он сейчас закончит. Можно будет электротрактор сюда поставить. Мы также продолжаем собирать тюки. А, да, кстати. Склады. Силосная башня и коровник. Мы, получается, сюда привезли травы 180 кубов в прицепах. И плюс ещё кучу силоса мы привезли уже готового. Вот эту самую траву мы начинаем тоже в ферментировании. Это будет у нас силос. По поводу завода. Кормосмеситель. У нас есть 184 куба мы на смеси. Я это производство остановил, пока хватит. Сена травы, как видите, довольно много. И плюс ещё 180 кубов силоса добавится. Будет примерно то же самое. А, плюс мы ещё силоса сейчас привезём. Тут чуть-чуть останется. Так что запасы, в принципе, неплохие. Можно будет на какое-то время про это забыть. Глянем ещё на сад плодовых деревьев. Сбор урожая уже 10%. Ох, как быстро ты это делаешь. Я говорил, что да, мы остановим производство сока. Пускай собирается урожай. Посмотрим, что к чему. Это понятно. Также, восточный тепличный комплекс 96%. Уже пора туда ввести рассаду. Ёшкин кот, как тут всего много на складах. Но я так понимаю, оно идёт на склад садовых деревьев. Да, тут у нас томаты, баклажаны, огурцы попали, клубника попала. Короче, с этим потом разберёмся. Далее, собираем тюки последние. Хотя бы просто на прицеп, потом переставим всех на соседнее поле. Эх, сколько работы, сколько работы. Кошмар. Ужас. Много. Ни минуты покоя. То есть здесь вот всё чистенько остаётся. Ни травинушки. Так, электротрактор закончил работу. Молодец он. Давайте-ка его отсюда уберём. И, наверное, припаркуемся на ворошилку. И подождём, когда закончится волковалка, сразу его и отправим. Ну и всё, вроде как. Эти товарищи закончили. Только что-то тут как-то чуть-чуть травы осталось. Ладно, это не проблема. В первую очередь, значит, что мы делаем? Вот этого пацана мы снимаем с маршрута, отсоединяем и пока тебя в сторону. Далее. Ты. Мы подсоединяем к тебе волковую жадку и выставляем тебя на поле. Освобождаем место тюкалки, хотя ему там нечего дальше делать, но пусть едет. Поехали. Сейчас будем ворошить. Точнее, волковать. Делать волки. Прямо с угла начинаем, чтобы всё было ровно и чётенько. Ты, в принципе, довольно-таки быстро справишься. Поэтому давай, погнал. У тебя всё будет хорошо. Далее что мы делаем? Далее нам надо перехватить вот этого пацана и, в общем-то, тоже снять его с маршрута. И можно его даже закрыть. И пойти дособрать вот эту траву, которая тут пропустилась. Видимо, это именно волковая жадка и не собрала. Такое иногда бывает. Это нормально и ничего страшного. Я, знаете ли, птица негорная, могу руками всё тут доделать. Единственное, мне не нравится то, что немножко не хватило, но тоже ничего страшного. Всё нормально. В общем-то, переставляем вот это вот всё дело мы на соседнее поле. В теории он не должен догнать впереди идущий трактор, но это только в теории. Копируем тебе тоже маршрут от электротрактора и со стартовой точки тебя запускаем. Первый тюк, который он сделает, будет, понятное дело, траву он добьёт, силы сделать, но тут немного, слава богу. Поэтому ничего страшного. Вот этого товарища надо будет припарковать, но это ладно. Далее собираем оставшиеся тюки, которые у нас здесь силосом остались. Их тут две штуки. И ещё один на соседнем поле будет лежать. Сейчас мы его тоже заберём, отвезём. Бздынь, тоже готово. Погнали на соседнее поле. Главное, сейчас не все тюки забрать. Вот тут ещё сено что-то валяется. Ой, я, наверное, сено-соломой называл всю эту серию, да? Простите меня, пожалуйста. Кому по ушам било. Сено-солома-трава. Я просто сейчас увидел сено, и у меня такое чувство, что я ни разу этого слова за серию не произнёс. Но да ладно. Так, сгружаем вот это вот всё дело на склад. Тут, в принципе, довольно много лежит сейчас. В ближайшее время мы, наверное, не будем заниматься заготовкой вот этого всего дела. Ну и далее, друзья, мы уже идём собирать солому льна. И поедем сразу её продавать. Потому что деньги нам нужны. Да, волковая жадка явно идёт с большим опережением таким. С большим опережением, боже. С большим опережением. Ежели тюкалка. Поэтому они не должны будут друг друга догнать. С другой стороны, у них у обоих стоят развороты вне поля. Потому что здесь много места. Поэтому проблем тоже возникнуть никаких не должно. Есть у меня мысль, что надо нам опять здесь лён засеять. Ибо других идей, во-первых, нет. С другой стороны, наверное, с рекламой помешает. Вообще, нам неплохо было бы ещё поле прикупить какое-нибудь. Но, сами понимаете, сейчас деньгами небольшой напряг. Но закончим наше производство. И ох, заживём. Не так много тюков здесь получается, как хотелось бы. Наверное, друзья, да. Засеем мы здесь опять лён. И, в принципе, можно уже по-хорошему-то сейлку ставить, работать. С другой стороны, я первоначально хотел сначала отправить самолёт, удобрить поля. Но на это тоже не хватает денег. Как ни странно. Ни на удобрение, ни на известь, ни на рассаду. Известь, в принципе, можно будет потом внести. Это в 22-й ферме. Надо обязательно до посева это делать. А здесь можно и после. Ладно, давайте вот этот вот отвезём. Продадим хоть сколько-то. И вызовем самолёт. Вроде как денег на самолёт должно будет хватить. Поедем даже, наверное, в порт. Тут близко. Если мне не изменяет, в третий бункер это всё у нас высыпается. В третий склад. Стой, 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 стой. Куда ты так погнал? Пздынь. Нет, не в третий. В четвёртый? Или это хлопок в третий? Что-то я подзабыл. И не сюда. А, так я ж не выгрузил. Поэтому оно не всплывает. По-моему, в третий. Не, не в третий. Так, давайте привяжем ремнями и посмотрим, что-то... Потому что гадать это плохая идея. Бокс номер 4 всё-таки. Ладно, 4 так 4. Бздынь. И чуть-чуть не хватило. 60 тысяч мы за это получили. Чёрт. Ладно, поехали. Ещё чуть-чуть соберём. Не сильно много тут натюковали, пока нас не было. Но ладно, давайте соберём это. Между тем уже треть поля точно затюкована. Хотя сейчас соберём опять-таки полприцепа. Да, будет ещё 60 тысяч, с этим уже можно будет что-то делать. Хоть что-то уже можно будет делать. 8 штук есть. 9, 10, 11. И он 12. Давайте счёт везём. Будет ещё 60 тысяч. И уже хорошо. 11 и он выгружает 12. Бздынь. Поехали, продадим это всё дело. Тоже в порт. Сейчас я точно не забуду, что это четвёртый ангар. Так что давай, бздынь. Есть, готово. Ещё 60 тысяч. И, в общем-то, пока мы этого товарища отправляем на поле номер 6-7. Давай, едь туда. Ой, как раз заправиться съездит. Так охрен он здесь нормально развернётся, потому что у нас в обратную сторону всё это дело маршруты идут. А Урал и так неповоротливый, я вам скажу. Вот, отсюда давай, едь. У тебя всё получится. А мы погнали тратить наши только что заработанные деньги. Во-первых, посмотрим, что у нас здесь происходит. Здесь у нас, в принципе, всё хорошо. Даже некоторая фора есть для сейлки. Но сперва, сперва. Найм самолёт, конечно же. Поле 6-7. 3-500 мы на это всего лишь тратим. Также побежали, друзья, в садовый центр. Купим извести. Извести нам нужна. Самолёт как раз улетает. Так, сколько, во-первых, её есть? Если её есть прям до хрена, это хорошо. Её прям до хрена, это хорошо. У нас её, помню точно, что на складе было довольно мало. А 22 куба есть, не так уж и мало. Всего влазит 102. То есть 80 кубов можно купить. Купим 63. Вопрос, почему 63? Потому что мы сейчас будем возить эту штуку с помощью прицепа на 21 куб. Чтобы ровно 3 поездки он сделал. 63 куба. За 7000 мы тоже покупаем. Остаётся 48. На рассаду, увы, не хватит. Но ничего страшного. Сейчас разберёмся. А блин, там же ещё надо будет заменить грунт, а это тоже денег стоит. Чёрт, и у тебя тут топливо заканчивается. Но ты сейчас ездишь заправишься, хотя бы деньги появились, можно заправиться. Так, по-моему, это садово-центр удобрения у нас. Там загружается известь. А на базе это у нас семена выгрузка. Да, известь в разные места вот такие. Но ничего страшного. И возить известь. Хотя я ему ещё и автогруз прописал. Самолёт вернулся на аэродром, и ты не едешь заправляться. Вот это не круто. Там может сбиться количество, если он поедет заправляться потом. Ну ладно, ничего страшного. Пускай едет. Мы, друзья, возвращаемся. О, рис перевезли. Ты только до заправки доехал. Не туда мы возвращаемся, друзья. Мы же ещё хотели поставить работать товарища, который будет сеять. Где ты здесь живёшь? Да, ты здесь живёшь. Что у нас Джоник? У него и так стоит лён. Это прекрасно. Маршруты мы генерируем тоже, как обычно, самые простенькие. Хотя обычно мы по кругу ездим, но сейчас нет в этом смысла. Разгрузка, наполнение, парковки. Тут тоже всё как обычно. Тут у нас всё выставлено. Только поле надо поставить. Курс плей включить, когда приедешь. И давай и есть. Сейчас он поедет пополниться семенами и удобрениями. И поедет всё делать. А мы же так уж... А, здесь просто пробка. Мы ищем нашу вот эту вот штуку. Она заправилась. И можно спокойненько ехать, собирать оставшиеся тюки. Пока мы с этим всем развлекались, тут уже, кстати, не так уж и мало тюков-то появилось. Меня это, конечно же, радует. Но давайте их сейчас все соберём. Всё равно на прицеп не насобирали. Жаль. Но есть 16 штук. Сколько мы ещё их можем отвезти в порт? Ты-ры-ты-ты-тын. В порт, в порт, в порт. 72 куба. А у нас тут 64 лежит. Ещё 3 тюка, кстати, можно накинуть. И везти в портах. Там места больше нету. Не 3, а 2. Простите меня за тупость. Чёрт. Не получилось сделать, как я хотел. Ладно, пофигу. Мы их можем подобрать. А там и сеялка, вон как раз приехала. Ща тут ещё и всё посеет. А наше поле удобрилось, да? Бзды неудобрено. 50%. Отлично. Выгружаем ещё 18 штук. Бзды. 91 тысяча есть 139. Этого уже может хватить на рассаду. Хотя я в этом сомневаюсь. То есть в любом случае, если мы сейчас откроем меню здесь, нам надо, во-первых, выгрузить грунт. А это по тысяче с каждого. Да-да. Выгрузить, выгрузить, выгрузить. И загрузить ещё грунт обогащён. То есть мы 15 тысяч тратим тупо вот на вот эти вот манипуляции. Блин, по-хорошему ехать бы уже посадить это всё. Ну ладно, давайте закончим с тюковкой. У нас посадка уже в степлицах сместилась ближе к 9 часам, но ничего страшного. Следующие тюки уже будем продавать на ЖД-станции. Хотя с другой стороны там, скорее всего, влезет и всё, что сейчас натюкуется, оставшееся, должно влезть полностью на прицеп. На одну ходку. А может и не влезет. Хрен его знает. Ну ладно, съездим два раза. Тоже не велика проблема, если честно. Хотя тут осталось проехать 4 проходки, и как раз было сделано 4 проходки. Вот этих мы сейчас посмотрим, будет тут половина, не будет тут половины. Да, пару тюков, скорее всего, не влезет. Ну ладно. Мы здесь в любом случае лён садим. Можно будет эти тюки в сторону отбросить, куда-нибудь вон под навес, и забрать уже завтра. Лишний раз я не поеду, мне впадлу, сами понимаете. Вот этот товарищ у нас закончил свою работу. Поеду его припаркую. Да, как я сказал, пару тюков здесь определённо не влезет. Но, как я уже сказал, ничего в этом страшного нет. Отвезём их завтра. Вроде как сейчас ещё с целого прицепа мы получим не самую маленькую сумму денег. И прожить ближайший день нам этих денег должно хватить. Опять-таки на амортизацию заводов, амортизацию всей недвижки, все налоги, всю вот эту вот канитель. Топливо, рассада, на всё, да. Бздынь. Это готово. Сейчас мы выгружаем вот сюда вот эти вот тюки. И поедем, соберём оставшиеся. И куда-нибудь их в сторонку положим. Потом мы их выгрузим. Вот эти вот подберём. Короче, план понятен. Просто, чтобы сюда не возвращаться потом. Знаете ли, как-то неохота. Пять тюков лишних получилось. На пять тюков места не хватило. Ну да ладно. Выгружаем их, в общем-то, вот сюда. Самое такое логичное место, наверное. Пускай лежат здесь. Поедем сейчас, заберём те тюки, которые я там выбросил. И поедем их продадим. На этот раз мы уже приехали на ЖД-станцию. По-моему, одиннадцатый бокс, если мне память не изменяет. Или десятый. Проедем сейчас и там, и там. Нет, не десятый. По-моему, одиннадцатый. Высыпаем сюда. Одиннадцатый. Бздынь. И ещё 127 тысяч мы получаем. И у нас на балансе 251 тысяча. И это уже неплохо. С этим уже как-то можно жить. Поехали теперь на садовый центр. Прямо перед нами на садовый центр приехала Джесси Бишка. Сейчас она загрузится известью. Поедет её отвозить. Один раз она уже отвезла и съездила, заправилась. Я там, короче, со счётчиком всё правильно, всё восстановил. Чтоб было нормально, чтоб было красиво. А ещё я случайно не то место выгрузки поставил. Поэтому, ладно. Но я всё исправил, теперь всё работает. Значит, вот этого пацана ставим сюда. И покупаем рассаду для наших теплиц. Возьмём, как и в прошлый раз, два томата, два огурчика, два баклажана и одну клубничку. Вот так вот. И теперь это всё дело надо загрузить. 162 тысячи осталось. Ладно, нормально. Грузим на платформу. Привязываем это всё дело ремнями. В общем-то, всё как обычно. ВТК-посадка мы сейчас тебя отправим, и ты туда поедешь. Во. ВТК-посадка. Через пять минут как раз доедешь. В девять утра у нас будет посадка. В девять утра, соответственно, всё закончится. А в саду вовсю идёт сбор. Кстати, прикольно тут ящики так поставили. Красивенько. Красивенько сделали определённо. В ящиках вон орешки. И тут орешки. Ну да, тут везде будут орешки. И тут вон вишенки. Я тут, кстати, вишнёвый сок люблю. Хотя, странное дерьмо. На саму вишню у меня дикая аллергия. И на черешню. И абрикос тоже. Вот. Но вишнёвые вот эти вот компотики всякие мне прям нравятся. Так, тем временем у нас, да, посеялось тут вот это вот всё в теплицах. Как раз 8.59. Ну да. В девять утра надо быть готовым к следующей посадке. Тебя мы сразу же тогда перехватываем и отправляем на парковку. Это у нас в гараже. Есть паркуйся, погнали, посмотрим, что у нас происходит. И что, в общем-то, какие ещё впереди планы. Во-первых, друзья, рис, как у нас дела с рисом обстоят. Одно поле у нас убрано. Одно поле мы уже запустили уборку. Тут всё нормально. Ребята уберут. Рис просто мы складываем пока на базу. И ничего с этим не делаем. Ну и потом засеиваем здесь опять-таки рис. Потом насобираем его большое количество. И тогда отвезём на переработку. Ну, соседнее поле вот это вот. Соседнее. Почему оно соседним назвалось? Шестое, седьмое. Короче, здесь идёт посев. Как только вот эта штука заканчивает. Здесь отправляю сеять рис. Тут, в общем-то, всё понятно. А, и потом надо будет ещё известью это дело посыпать. Тут как раз вот последний прицеп сейчас привезут. Джсибишка вот готова, в принципе, это делать. Но это я сделаю за кадром. Также, друзья, что я ещё сделаю за кадром? За кадром я перевезу оставшуюся свеклу. Почти всю. Чуть-чуть оставлю на всякий случай на корм животным. Склады. Где вот склады. У нас осталось 540 кубов. В общем-то, где-то 500 кубов. Плюс-минус я перевезу на сахарный завод. Пускай перерабатывается в сахар. Также, весь переработанный сахар, который у нас будет появляться. Тут как раз вот ещё на две поездки почти появилось. Я отвезу на завод соков и джемов. Вообще, судя по калькулятору, если мы привезём ещё 6 вот таких вот прицепчиков по 30 кубов. То есть, 180 кубов сахара. Если у нас нас собирается. А здесь вроде как должно нас собираться. То есть, ещё надо, чтобы 120 собралось. А сейчас мы посчитаем. У нас здесь калькулятор появился. Нам надо 120 кубов сахара. Это 480 кубов свеклы. Слушайте, можно теперь вообще всё чётенько считать. Вот. В общем-то, вот это сейчас по-быстрому переработается. Я посмотрю, сколько нам надо ещё. И именно это количество свеклы я и отвезу. Вот. Соответственно, весь сахар потом перевезу на завод соков и джемов. Линию сока я сейчас запускать не буду. Потому что интересно посмотреть, сколько у нас соберётся яблок, абрикоса и вишни. А вот эта штука будет продолжать работать. Но я так понимаю, что она будет продолжать работать довольно долго. В итоге у нас должно будет получиться 600 кубов джема. Это двое суток работы. И вот когда мы насобираем эти 600 кубов, мы их продадим. Один состав паровоза получается. Отлично. Отлично. И после этого, наверное, прокачаем ещё раз линии наши заводы. Посмотрим. Будем потом готовиться к новой партии. Тем временем вот эта вот штука тоже приехала на базу. Он сейчас припаркуется, у него всё будет хорошо. Джесси бишка. То же самое. А, раз ты, кстати... Ну ладно, это я завтра на работе уже тогда сделаю. Сейчас тоже поехал парковаться. Пускай паркуется. В общем-то, план понять на остаток дня. Тут именно вот такие просто нудные работы для автодрайва, для курсплея. Осталось только посеять и всё повозить. А так мы очень много сегодня сделали. На этом, друзья, я серию закончу. Спонсорам огромное спасибо за поддержку. Если, друзья, хотите смотреть ролики заранее... Потому что спонсоры вот это вот смотрят, вот видите, вверху дата, когда я это снимаю. Вот тогда же спонсоры примерно это всё и смотрят. Соответственно, если вы ещё это всё дело не подписались на спонсорскую подписочку, то можете сейчас это сделать и досмотреть весь сезон до конца. Скорее всего, это примерно так работает. Господи, что с тобой не так, а? Вот вечно ты что-то не то делаешь. Ладно, короче, вот так вот это работает. А тем, кто уже оформил платную подписку, вам гигантское спасибо. Ну и всем, друзья, огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилей. Лайкучки, комментарии, всё как обычно, не забываем. Всем пока-ки.